Вещи из 90-х, которые мы вспоминаем с улыбкой. Интересно, что сейчас интересует современных детей, кроме компьютера, планшетов и телефонов? Остались еще ребята, которым покупают игрушки? Раньше в 90-х мы придумывали целый мир и пытались сделать что-то из игрушек. Например, построят миниатюрный игрушечный магазин. Это было целое приключение. А игрушек для этого было много. Особенно в СССР делали интересные качественные вещи. Но если говорить про 90-е, то в то время на рынке стали появляться игрушки из Европы, но преимущественно из Китая. По телевизору показывали много рекламы про конструкторы Лего, про кукол Барби, про машинки на радиоуправлении. Сегодня мы вспомним некоторые игрушки и вещи из 90-х годов. Игрушки из киндер-сюрпризов были у каждого ребенка. Дети 90-х, поколение для которого шоколадное яйцо сюрпризом было лучшим подарком на любой праздник. Желание собрать всю коллекцию пробуждало настоящий азарт. А если попадался дубль, можно было поменяться с друзьями. Особенно много было фигурок бегемотов, акул, пингвинов. А за особо ценные редкие экземпляры отдавали сразу несколько фигурок. Картонные фишки заполонили в то время все вокруг. У каждого ребенка их было немыслимое количество. Их коллекционировали и обменивали друг у друга. Была огромная серия с покемонами и сейлормон. Правила были такие. Нужно бить об землю так, чтобы все фишки перевернулись. Кто перевернет, забирает все. Каждый игрок скидывался из своего кармана по несколько фишек. Число обговаривалось заранее. Опять же, разные фишки имели разную ценность. И все они клались друг на друга картинкой вниз. После чего каждый игрок брал всю стопку и ударял ее об асфальт. Те фишки, которые после этого переворачивались, игрок мог забрать себе. Очередность кидания определяли игрой камень, ножницы, бумага. Игрушки в виде прищепок. Среди них были и обычные котики, собачки, бычки и другие. Милые зверята были просто и с цветочками, морковкой и другими предметами. Сами фигурки изготовлены из флока. Раньше таких зверюшек дарили на Новый год как символ года. У них были свои домики с сумочкой с надписью I love you. Вот такой веселый зоопарк продавался в 90-е годы. В 90-х настоящий фурор произвела кукла Барби. Барби – самая знаменитая кукла в мире. Сколько бы не появлялась новинок, Барби знает лучше всех. Серии этой куклы неисчислимое множество на все вкусы. И старые куклы ценятся до сих пор. Поэтому коллекционированием Барби увлекаются люди во всем мире. Для этих кукол было много аксессуаров. Кому повезло, те имели кукольный дом. У большинства имелась кукольная кровать, кухня, а некоторые счастливчики обладали даже домом автофургона. Все это продается и сегодня. Пластик только стал более современным, да и дизайны изменились. Конструктор Лего. У нас были свои конструкторы, но делали их из металла или дерева. Так что западный разноцветный конструктор сразу привлек к себе внимание и спрос на него не уменьшается до сих пор. Лего позволял строить и создавать свои миры. И хотя каждому набору прилагалась инструкция по сборке, мало кто ограничивался только этим. Разнообразие деталей позволяло создавать композиции, развивало креативность. Лего стоило в то время невообразимо дорого. Мало кто из родителей мог позволить такой роскошный подарок своим детям. Поэтому большинство покупало либо совсем маленькие наборы, либо китайские аналоги. Практически у каждого ребенка был тамагочи. При упоминании самых известных игрушек того времени первым делом на ум приходит оно – яйцо с питомцем внутри. Японская забава мигом обрела огромный успех и практически все – мальчишки и девчонки – мечтали о миленьком зверьке. А те, кому все же удавалось заполучить его в свои руки, не стесняясь, хвастались им. Это мог быть кто угодно – кот, собака, цыпленок, дракон и так далее. С ним нужно было играть, кормить, мыть и укладывать спать. А если не покормить вовремя, тамагочи мог умереть. Оглядываясь назад, можно сказать, что тамагочи учили детей ответственности и тому, что происходит, когда вы не кормите вашего питомца или не убираете за ним. Игровую консоль под названием Break Game хотели абсолютно все, правда называли ее просто Тетрис. Цель игры – падающие блоки разных форм нужно сложить в ряд так, чтобы он исчез. За это начислялись очки. Устройство было компактным, его удобно было брать с собой куда угодно – в школу или во двор. С появлением приставок интерес к Тетрису немного угас, однако бессмертная игра, разработанная советским программистом Алексеем Пажетновым, до сих пор не теряет актуальности. Сейчас популярны чемпионаты по Тетрису, которые набирают миллионы просмотров на YouTube. Пружинка радуга. Скорее всего, вам родители покупали эту игрушку каждый раз, когда ходили в парк аттракционов. Слинки. Мало кто знает, но именно так называлась та самая разноцветная пружинка, которая забавно складывалась или перекатывалась из одной руки в другую. Ее изобрел американский военно-морской инженер Ричард Джеймс. Слинки – одна из немногих игрушек, которая до сих пор популярна среди современных детей, но в 90-е она была практически у каждого ребенка. Игрушка эта старинная, она появилась после Второй мировой войны. Эта пружинка – одна из самых любимых и известных игр в мире. Из них делали гирлянды, запутывали и распутывали. Ее было весело спускать по лестнице или одевать на руку, как браслет. Еще один интересный предмет из 90-х – заколки бабочки. Они порхали на головах девчонок целыми стайками. Сейчас, возможно, это выглядит нелепо, а тогда это было очень модно. Все эти предметы являются настоящими символами эпохи. Некоторые игрушки существуют и по сей день, но их популярность намного меньше, чем во времена их появления. Спасибо за внимание. До новых встреч!